Алексей Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о результатах работы вашего основного проекта «Эра ГЛОНАСС» и какому числу автомобилистов уже удалось помочь с помощью этого сервиса? Конечно! Компания «Акционерное общество ГЛОНАСС» является оператором государственной информационной системы «Эра ГЛОНАСС». Основная задача, которую ставила перед компанией государство, когда создавала, это аварийное оповещение о дорожно-транспортных происшествиях. И такая система действительно в 2015 году была впервые создана в России, впервые в мире, я имею в виду. И с тех пор количество переданных в службы спасения вызовов уже превысило 300 тысяч, из которых 80% — это в автоматическом режиме сработавшие устройства. Это говорит о том, что такие вызовы происходили в случаях, в тяжелых случаях. И это означает только то, что наша система выполняет свою задачу, и благодаря ее работе помощь спасателей оказывается быстрее. И ежегодно мы таким образом спасаем тысячи человеческих жизней. Система не стоит на месте, она развивается. В текущем году мы закончили интеграцию в службу 112, она стала более автоматизированной, быстрее, благодаря этому начала работать. В среднем звонок нашим контактным центром обрабатывается, и ему присваивается статус истинного за 19 секунд в среднем, что достаточно быстро. Мы стараемся также доутилизировать эту платформу и идем в новые сегменты транспорта. К примеру, мы завершили пилот по маломерным судам и тестируем эту систему для малой авиации. Уже второй год в Южном федеральном округе малая авиация оборудована нашими системами, и мы мониторим, и мы также обеспечиваем аварийное реагирование при аварии. Поэтому, что сказать, наша задача сейчас основная, это при вот таком интенсивном масштабировании, а ежегодно по миллиону с лишним транспортных средств присоединяется к платформе, нам необходимо обеспечить высокий уровень надежности. Кроме того, надо отметить, что эта система, она имеет неплохой экспортный потенциал, потому что она, по сути своей, обеспечивает навигационный суверенитет, то есть она использует сигнал практически любой спутниковой группировки. Одновременно используются сигналы сразу нескольких спутниковых группировок для повышения точности. И мы сейчас работаем над тем, чтобы экспортировать ее в такие страны, как, например, Армения, я думаю, что это будет первый опыт экспорта этой системы, трансфера технологий. Кроме того, мы ведем переговоры со странами дальнего зарубежья. К примеру, интерес демонстрируют Аргентина, Индонезия и ряд других стран. Поэтому я считаю, что у этой системы очень большое будущее. Мы будем продолжать работать над надежностью, над масштабированием и одновременно стараться заработать, продавая это замечательное решение за рубеж. Алексей Анатольевич, вы сейчас немного упомянули, то, что система может помогать не только автомобилистам, но и маломерным судам авиации. Можете рассказать подробнее? Да, конечно. Недавно завершился пилотный проект испытания нашей системы и трекеров на водных объектах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организаторами этого эксперимента были Минпром, Минтранс, Ространснадзор и МЧС. Система получила высокую оценку. Отработаны были не только классический канал GSM, передача информации, но и спутниковый канал. Внутри ГЛОНАСС мы недавно организовали, создали конструкторское бюро, как раз для того, чтобы оно занималось разработкой новых технологий, новых проектов, комплементарных действующей системе ГАИС и РОГЛОНАСС. И мы очень ждем, когда в промышленное применение поступит спутниковый трекер. Это позволит нам закрыть ту часть территории Российской Федерации, которая не закрывается сегодня сотовой связью. Это большая территория. И там также есть потребность в передаче сигнала SOS, в мониторинге подвижных объектов. По нашим расчетам, где-то 3-6 месяцев будет достаточно для того, чтобы перейти к промышленному использованию этой технологии. Спасибо. Расскажите еще, пожалуйста, о тестировании системы мониторинга авиабеспилотников. Какие есть результаты и планы? Эта отрасль, она на наших глазах формируется. Правила игры еще не определены в ней. Сегодня есть ряд сдерживающих ее развитие бюрократических барьеров, как то согласование полета, выдача разрешения на полет, выдача разрешения на использование результатов аэрофотосъемки. Сегодня это может занимать месяца. И это загоняет часть игроков отрасли в серую зону и мешает ее полноценному развитию. Через создание прозрачности в этой сфере, задача которой была у нас вполне посильна, мы планируем простимулировать развитие этой отрасли. Мы не просто хотим это сделать, но у нас есть решение, готовое решение. Платформа по мониторингу, она уже сейчас показала свою работоспособность на примере малой авиации. Это мы считаем абсолютно релевантной и применимой для беспилотников область. Там есть множество нерешенных задач. Как-то я уже упомянул, что стандартные трекеры работают через сотовую инфраструктуру. И нужно решать вопрос технический с каналом связи, с каналом передачи данных. Но компания ГЛОНАСС вовлечена в этот процесс, вовлечена очень активно в процесс создания архитектуры будущей системы. Мы очень надеемся, что платформа, которая есть у нас, она послужит на благо развития этой отрасли. На ВЭФ вы сообщили о начале работы конструкторского бюро ГЛОНАСС. Об одном из проектов вы уже сказали. Можете рассказать, какие есть еще планы? Конечно. Есть еще как минимум два важных направления. Одно – это высокоточное позиционирование. Это технология, которой сейчас крайне нуждается российское сельское хозяйство. Потому что современная сельхозтехника в прошлом году, после ухода иностранного поставщика решений, она оказалась, перестала быть столь эффективной, сколь она могла бы быть. Потому что исчезло высокоточное позиционирование. А именно позиционирование с точностью до десятка сантиметров. Мы сейчас испытываем нашу технологию. Я надеюсь, что в течение полугода, наверное, это будет просто первый квартал, первое полугодие следующего года, мы сможем предложить рынку продукт готовый. Расскажите еще, пожалуйста, о том, какими вашими проектами в сфере трансформации общественного транспорта интересуются российские регионы. Спасибо за вопрос. АУ «ГЛОНАСС» выполняет еще одну важную социальную государственную функцию. Это мониторинг пассажирского транспорта и транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Мы по всей стране должны осуществлять мониторинг пассажирского транспорта. На сегодня только чуть меньше половины всего транспорта находится на нашей платформе. Но мы не стоим на месте, мы создаем на базе этой инфраструктуры коммерческие продукты. И вот одним из таких коммерческих продуктов является диспетчеризация. Эта технология позволяет гражданам, пассажирам в приложении смартфона, например, Яндекс.Карты, видеть, а мы интегрированы с Яндекс.Картами и передаем туда информацию, видеть в реальном времени прибытие транспорта к остановке. Что, конечно, здорово повышает удобство использования общественного транспорта. И, что немаловажно, это решение становится доступным для небольших городов с относительно скромным бюджетом на IT. То есть мы по очень, скажем, такой доступной цене предлагаем это решение сегодня. Алексей Анатольевич, расскажите, с чем приехали на ВЭФ, какие будут подписаны соглашения в этом году? На этом форуме мы планируем подписать ряд соглашений как с частными компаниями, так же с государственными компаниями, с регионами. Соответственно, мы планируем подписать очень важное для нас соглашение с Почтой России. В основном оно будет касаться мониторинга и повышения эффективности использования транспорта. которым управляет Почта России. Кроме того, мы подписываемся по теме беспилотников с компанией FlyDrone и дочерней структурой ГТЛК компании BAS. Мы планируем подписать соглашение с Дальневосточным федеральным университетом. очень заинтересованы в том, чтобы помимо конструкторского бюро, мы еще создали стартап-студию. И эти два подразделения очень заинтересованы в выстраивании отношений с крупными вузами, в том числе Дальнего Востока. Для того, чтобы иметь возможность иметь доступ к идеям, к проектам студентов, молодых предпринимателей, ученых. У нас есть опыт как создания технологий, так и их коммерциализации. И эффективность вот такой работы стартап-студии будет зависеть от того, насколько широкая будет воронка входящих проектов. Вот в этом направлении мы сейчас смотрим. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Спасибо вам.